Что он за челлендер? И какую роль он играет в этой войне? История про переговоры. Ну, не в словах. Who is мистер Абрамович? Нет, у меня нет опыта того, что можно назвать личным общением. А телефонного разговора? Нет вообще. Я... Из-за чего я ошибся? Нет, есть другой опыт. Я действительно знаю о нем больше, чем многие люди, но по другой причине. Дело в том, что на том же самом суде, о котором я упоминал, это же суд. И в нем запрещено вести записи. То есть как запись можно вести только протокол. Но запрещено писать видео, фотографировать и так далее. И поэтому то, как выступал Абрамович на суде, а выступал на его выступлении длилось... Не помню, то ли 3, то ли 4 рабочих дня полных давал показания Абрамович. Вы не найдете интервью в интернете с Абрамовичем. Ну, в смысле, самое длинное его интервью было, там, какое-то его выступление. На тот момент, когда я ее искал, было его выступление на заседании парламента Чукотки. Ну, вот это все, что было. А там 3 или 4 дня человек сидит и дает показания. Целый день. И показания под присягой. То есть он должен говорить правду. И я вот там присутствовал. У нас там было всего в зале человек, не знаю, 50. Поэтому вот я один из 50, кто присутствовал на этих показателях. Но другое дело, что дальше кто хотел, мог ознакомиться в письменном виде с этим показателями. Но это не так интересно. Это не так интересно. Вот. Поэтому, да, у меня есть только вот такой опыт, но я с ним не знаком. И я вам скажу так. Он произвел впечатление очень сильно одной вещи. Ну, во-первых, я видел его команду. А команда, я же сидел там несколько месяцев, вот все эти месяцы процесса, выступала его команда. Они по очереди давали показания. Это очень большие профессионалы. Прямо реально. То есть если сестра Бориса, группа Бориса выглядела как тусовщики. Тусовщики. Как про нас писала газета Times. Значит. The group of mysterious Russians in t-shirts. Ну, в общем, потому что и джинс. Потому что мы ходили в футболках и джинсах в этот суд. Те все такие приходят, костюмы сидят, у них все организовано. А у нас, ну, реально. Сидим в первом ряду. С каждым со своим айфончиком. Там, значит, ну, то есть вот совсем разные школы, что ли, разные стилистики жизни. Разные стилистики. Ну, наш стиль жизни проиграл. Я сейчас никого не призываю жить, как мы. Вот. И вот мы сидели, такая группа раздолбаев. А там, значит, все очень организована. Корпоративная структура. Эти люди давали очень четкие там бумажки, показания. Все проложено, все как надо. Абрамович очень системный, как мне кажется, человек. И очень умеющий, в отличие, кстати, от Бориса. Я думаю, что это заслуга Абрамовича. Умеющий слушаться. Понимаете, вот Бориса мы заставляли готовиться к заседанию. Чтобы к заседанию надо подготовиться, реально. Потому что нужно вспомнить кучу фактов и так далее. И тебе надо почитать бумаги там. Надо готовиться. А он такой легкий человек. У него куча интересов в жизни. Его насильно увозили за город, чтобы просто посадить. Вот, чтобы ты сиди, готовься. Мы сидели. Это было почти невозможно. А Абрамович явно, наоборот, супер-профи. В смысле, человек, который... Он готовился. Он нанял кучу советников. Нанял специальные компании, которые только учили, как выступать в суде. Это отдельная компания учат. И откуда я это знаю? Вот Абрамович на суде. Ну как, адвокат может спросить любой вопрос. Ну да. Что, не к делу? Адвокат спросил, а вот вы перед этим как-то обучались? Обучался где? В такой-то компании. Какие советы вам давали? Спрашивает адвокат. Ну, наш адвокат у него. Но советовали смотреть на судью и говорить коротко. Ну и так далее. То есть, вот все. Да, да, да. И улыбаться. То есть, все это, все там происходило. Все было открыто. Но он на ходу мастерски перестроился. То есть, вот он в первый день... Тут это домыслы мои, сразу скажу. Мне кажется, что в первый день он пытался излагать ложную версию событий. И поэтому он все время кашлял. Просто бесконечно кашлял. Ему становилось плохо. Прямо реально он пил воду и бесконечно кашлял. А это трудно человеку, знаете. Попробуйте говорить неправду долго. А вот. И особенно человек, который мало говорит публично. Не привык поступать публично. И я думаю, что на второй день он поменял стратегию. Прямо поменял. Я был уверен, что это его личное решение. И он стал говорить правду. Вот короткую правду. Вы же можете формально отвечая правду, тем не менее, как бы защитить себя. Если относиться к делу формально. Вот ему хватило всего этого. Но человек, который умеет слушаться. Командный. Очень командный человек. Вот так я скажу. Вот то, что я могу сказать про Абрамовича. Это все, что я знаю. Все остальное уже домыслы. И рассказы Бориса. Вот уже другая история. Я пересказал. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok